Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я вам покажу лунный календарь. Я купила лунный календарь на 2019 год, потому что многие его соблюдают, но придерживаются в большей или меньшей степени. Я сразу говорю, что я полностью лунный календарь не соблюдаю, потому что у меня посевов много. Если я буду выбирать только те дни, которые указаны там, я никогда не успею вот эту массовую рассаду на продажу посеять и всё остальное, для дома много сею. Я и в прошлом году говорила, и нынче повторю, что я не сею только в запрещенные дни. Остальные все дни для меня там полная, неполная луна. Я это некогда мне контролировать, ходить. Но для тех, кто хочет придерживаться лунного календаря, я вам сейчас покажу и скажу несколько слов перед тем, как вот перейти к датам. Вот этот лунный календарь именно для нашего Алтайского края. И всем советую пользоваться лунными календарями региональными своими. Но ещё отмечу, что вот этот лунный календарь Алтайского края, он подходит для всех нас, сибиряков, потому что у нас вот этот регион, он почти одинаковый для всех. И погодные условия одинаковые. Что это Алтайский край, что это Урал, я не вижу большой разницы, что у нас в Барнауле мороз. Вот сегодня у нас мороз 32 был ночью. И у вас мороз. И весна приходит так же поздно. Так что вот этот календарь я сейчас вам быстро пробегусь. И вы можете ориентироваться на него все жители холодных регионов наших, вот этих сибирских. Но сначала хочу прочитать. Вот здесь вот внизу, вот это вот как послесловие или что-то. И это очень важно. Тут написано, что очевидно, не всегда есть возможность заняться садовыми работами в указанные дни лунного календаря. В таком случае можно сеять или заниматься пересадками. И в другие дни. Но обязательно учитывать, что в дни новолуния и полнолуния никакими огородными садовыми работами заниматься нельзя. Я вот придерживаюсь вот этого золотого правила. Все. Я не смотрю там только запрещенные дни. Но тут же написано, не стоит сеять семена, высаживать рассаду в те дни, когда находится луна в знаках водолея и льва. Вот это я уже не соблюдаю. Я говорю, мне некогда контролировать. Так, дальше. Одним из важных советов, на которые следует обратить внимание, что всех садоводов-огородников за 12 часов до наступления новолуния и полнолуния, а также 12 часов после, не следует сажать или сеять какие-либо культуры. Все. Для меня вот это вот главное правило. И дальше пошли. Рекомендованные дни для посева, посадки, пересадки. Мы сейчас смотрим самое главное. У нас томаты, баклажаны и перцы. Потому что никто еще, ни горох, ни бобы, ни капусту не будем высаживать. Так, как бы навести, чтобы у меня и вам было видно. Вот у нас... Я потеряла уже томаты. А, вот они. Вот у нас томаты. В предыдущем видео я говорила, что в январе сеют только те для теплиц, у кого теплица подогревается, у кого вы можете застать потом, через 2 месяца после всходов, условия для выращивания рассады. То есть, какой-то подогрев, какие-то укрытия, дуги. Потому что просто так, январь, февраль, март, просто так в марте или в начале апреля мы ее выкинуть в теплицу в необогреваемую не можем. Потом идет у нас февраль. Тоже написано для теплиц. 7-го, 17-го. Ну вот это уже вот для теплиц можно, как бы сказать, без подогрева. Но все равно вы должны иметь в виду, что у нас возвратные заморозки в Сибири часто бывают, что какие-то пленки все равно должны быть или не тканки для такого. И в марте, 8-го, 16-го у нас благоприятные дни. Вот это все как раз даже лунный календарь соответствует вот с теми датами, которые я по таблицам вам сейчас смотрела, про свои посевы говорила. Потом женщина одной комментарии читала, что в феврале начинаем, я говорила, 10-го, 20-го, ну а здесь 7-го, 17-го, немного смещения. В марте я тоже говорила, после 8-го марта начинаю, тоже 10-го, 20-го, здесь 8-го, 16-го. Все, что делает народ, простые огородники, все вот это отражено и в лунном календаре. Мы как раз совпадаем вот с этими датами и вам нужно ориентироваться как раз вот на эти даты. И потом в апреле томаты, это последний месяц, когда можно сеять вот с 7-го по 12-е. Ну а я вам сказала, что можно сеять с 7-го даже до 20-го или до 25-го апреля, но только выбирать ультра скороспелые и очень-очень ранние сорта. В поздних сроках посев делаем только скороспелок. Так, все. Дальше мы еще посмотрим перец и баклажан, больше нас ничего пока не интересует. Мы их... Так. Ну перец и баклажан тут дублируются тоже даты в январе 10-го, 19-го, потом в феврале. Ну тут в феврале 2 срока нам дается, 7-е, 17-е вместе с томатами, еще потом в конце февраля 22-го, 25-го. И так же, как томаты 8-го, 16-го в марте. А вот в апреле перцы и баклажаны мы уже не сеем. Видите, пустая клеточка? А почему? Кто смотрел мои предыдущие видео, тот уже догадался. Потому что у них более длительный период вегетационный, сроки созревания. И если томатам позволено еще в апреле сеяться, то перцы и баклажаны сеять уже не стоит. Они у вас не вызреют, и это будет мартышкин труд. Ничего не получится. Они не успеют отдать свой урожай. Все. Февраль-март. Посев баклажанов. И... Ну я январь не беру, потому что в январе массовые посевы никто не делает. Вот февраль-март. Все. Дальше, потом, когда мы будем сеять капусту, еще что-то, я покажу вам этот лунный календарь. Но пока мы нацелены только на перец, на баклажаны и на томаты. Что говорит нам лунный календарь, мы посмотрели остальное. И мы убедились, что это совпадает с нашими рекомендованными, вот как наработанными опытом нашим датами. Вот что мы загадали, как его сеять. И нам лунный календарь позволяет в эти дни. Все, до свидания. Желаю вам сделать удачно посевы. Неважно, по лунному календарю, без лунного календаря. Еще раз говорю, если вы не войдете по графику по своему, вот в эти даты, сейте позже, ничего страшного. Я сею весной каждый день, каждый божий день. Ну, посеять 20-30 тысяч семян, это ясно, что в одну неделю я не успеваю. Сею каждый день, кроме запрещенных дней. Все, до свидания. Лунный календарь, это нам, конечно, в помощь, но мы должны решать сами, когда мы будем сеять. Продолжение следует...